Здесь уже узнаются силуэты домов. Здесь будет город у моря. Это картинка, которая вот там у нас из какого-то журнала ее заказчица вырвала и попросила сделать так же. Вот картинка уже лучше становится видна на стене. У нас в исходнике картинка начинается примерно вот отсюда и заканчивается как раз вот здесь. Так что для части выше и ниже мы будем придумывать какой-то пейзаж в стилистике этого рисунка. Здесь вы видите уже три краски используются. Одна это вот тот самый туман, это фон белый. Другая вот самая темная синяя, которая сейчас нарисована, река и темные окна. И третий вот этот сейчас полутон есть. Это смесь одной и другой краски. Возможно понадобится еще один полутон, но хотелось бы все-таки оставить, потому что, оставить три цвета, потому что, чем широко известно, да, чем ограниченнее палитра, тем интереснее картинка. Ну вот, а мы пока продолжаем. Ну вот, картинка и готова. Да, удалось сохранить три краски, три оттенка вернее, с двумя красками. Получилась такая стена. Эту стену, вот эту стену здесь хотят сделать в темный цвет, в темно-синий. Это примерно тоже одного из вот этих оттенков, чтобы в целом это рифмовалось вот с серо-синим цветом кухни. Вот примерно такая затея. Вот такая получилась картинка. Вот здесь вот будет стоять диван, санимать это место. А вот это вот торчит светильник, который убирал на время росписи. Вот какой он дает здесь эффект, подсвечивая город где-то примерно в районе купола. Еще раз, это нарисовано по мотивам картины, которые называются «Город у моря». Заказчику просто понравилась компоновка стены в одном из журналов интерьерных. И вот нас попросили сделать нечто подобное. Вот так по изначальной задумке должен выглядеть интерьер, когда это будет готово все. Представим себе, что эта часть стены тоже покрашена в синий цвет близкого тона. Ну вот, мне кажется, что с задачей мы справились. И этот уголок комнаты стал куда более симпатичным, чем был раньше. И что отдыхать на этом диване будет теперь гораздо приятнее. Не говоря уж о том, что комната получила, небольшая, в общем-то, комната получила дополнительный объем и дополнительное пространство. Ну, а выбеленное пятно в центре нам нужно было, чтобы здесь сделать вот такую композицию из вертикальных полос, чтобы разбить длинное пространство. У нас получается в коридоре справа три двери, а слева ни одной. И вот эта вот длинная стена на всем протяжении очень вмешала владельцам. Поэтому они подсмотрели в журнале решение и сделали вот такое. Разбили пространство на две части. Сделали такую имитацию какой-то современной графики. Здесь по периметру потом сделается багет. Цвет еще предстоит подобрать. Видите, полосы здесь очень разных оттенков, разных тонов. Вот. Ну, в целом, это будет такая, как бы, современная картина прямо в коридоре, прямо на стене.